Казахстан Почему идеи автономии Алаш не были реализованы? Алихан Бакиханов, лидер Алаш-Орды, писал, что слово Алаш на протяжении веков было боевым кличем казахов. Алаш-Орда – название правительства Народного Совета национально-территориальной автономии, образовавшейся в декабре 1917 года на территории современного Казахстана. Лучшие люди того времени входили в партию Алаш и движение Алаш-Орда. Одним из таких славных сынов казахской степи, казахского народа, был Халел Дасумхамедов. Крупный ученый-просветитель, один из первых организаторов здравоохранения, высшей школы, издательского дела в Казахстане. Автор более 70 научных книг, более 20 учебников на казахском языке. Величайший человек, который прожил свою жизнь для народа. Разносторонне одаренный, общественно-практический деятель, историк, естествовед, языковед, литературовед, собравший пропагандирующие редкие образцы устного творчества, мастер перевода, полиглот, был по профессии врачом. Активно участвовал в общественной жизни того времени. Родился он в прекрасных степях Западного Казахстана, ныне это территория Атараусской области. Хорошо окончив школу, поступает в училище города Тике, которое окончил с отличием. Халел Дасумхамедов участвует по специальному приглашению в работе всеобщего казахско-киргизского съезда, проходившего в Оренбурге. Там же была провозглашена казахско-киргизская автономия, и он был избран членом правительства Аллаш-Орды. Вместе со своими соратниками они решали судьбы своей родины, судьбы своего государства. Активнейшую позицию общественную занимает Халел Дасумхамедов. Аллаш-Орда была распущена, но деятельность этого великого человека продолжается. Как и другие казахские интеллигенты, он был привлечен к работе новой властью, использовались его знания, его опыт, его работоспособность. Он был преподавателем Ташкентского института народного просвещения, дополнительно исполняя обязанности ординатора больницы при медицинском факультете Среднеазиатского университета. Основная специальность его была врач. Трудно в это поверить, учитывая круг его общественных интересов, круг его научной деятельности. Работая проректором, принимал активное участие в открытии Казахского государственного университета на базе Казахского педагогического института и был назначен первым проректором университета. Появляются одна за другой национальные школы, требуются учебники, написанные на родном языке. Такая необходимость вынуждала Дусмухамедова сочетать огромную общественную работу с созданием и выпуском учебников на казахском языке. Им написано ряд таких трудов, как природоведение, сохранение здоровья учащихся, жизнь человеческого тела. Это далеко не полный перечень его учебников, не говоря уже о его педагогических работах. Как и всех лидеров Аллаш-Урды, правительство советское не жаловало и халило Дусмухамедова. Первоначально Аллаш-Урда не сопротивлялась советской власти, потому что не хотели кровопролития на территории Казахстана, не хотели продолжения гражданской войны, продолжения кровавых событий. Поэтому Аллаш-Урдинцы добровольно отказываются от власти. Советское правительство благородно берет на себя обязательства амнистировать лидеров Аллаш-Урды. На практике вышло совсем по-другому. В 20-30-е годы Халил Дусмухамедов, другие лидеры Аллаш-Урды были репрессированы. Безжалостно, жестоко и незаконно. Халил Дусмухамедова арестовывают, снимают с поста проректора КСПИ, ссылают в Воронеж, город чужой, город непонятный. Но и там Халил Дусмухамедов продолжает заниматься наукой и работой. Затем он сидит в тюрьмах Москвы, Алматы. Поскольку он был невиновен, в конечном итоге ничего ему предъявить не могут. Но в 1937 году работавшая безотказно сталинская кровавая машина опять включается. По решению военного трибунала он был расстрелян. Так закончилась его жизнь, но осталось бессмертие, потому что дела Халил Дусмухамедова живут в веках. Лидеры Аллаш-Орды все оставили огромнейший след в культуре и истории своей страны и мира. И все закончили очень страшно. И этому виной сталинский режим. Репрессирован был великий Ахмед Батурсынов, репрессирован был Алихан Макиханов, лидер Аллаш-Орды. И репрессирован и замучен был Маржак Ибдулатов, так же, как и Халил Дусмухамедов. Маржак Ибдулатов величайший человек своего времени, выходец Тургайских степей, рано осиротевший, но настолько была сильна в нем сила, ведущая к знаниям, к свету, к демократии, к просветлению, что он получает прекраснейшее образование, становится одним из лучших журналистов того времени. Участвует во всех периодических изданиях на казахском языке, пишет великолепные сборники стихов, пишет романы, пишет другие произведения. И в конце концов, в бурном 1917 году он еще и становится ярчайшим политиком своего времени. После Октябрьской революции Маржак Ибдулатов работает в различных редакциях, продолжает писать, задумывает труд, остался незавершенным по истории казахского народа. Очевидцы говорят, что когда бесцеремонный незаконный обыск состоялся на квартире у Маржак Ибдулатова, нашли в сталинские палачи более 300 страниц этого гениального труда, но что он значил для безграмотных палачей? И до сих пор, к сожалению, не могут найти труд, который очень многое пролил бы на белые пятна отечественной истории. В 1928 году он был арестован, сидел два года в тюрьме, затем был сослан в Соловецкий лагерь, слон в Соловецкий лагерь особого режима, где и умер 5 октября 1935 года. Даже в нечеловеческих условиях Соловецкого лагеря он думал о людях. Встречает там Павла Хлоренского, русского философа, великим людям нечего делить, да? Павел Хлоренский принимает участие в том, чтобы знания Маржака Ибдулатова служили людям, и его устраивают фельдшером, он оказывает помощь больным людям, лечит их даже в этих тяжелых условиях лагерного режима, кому-то помог, кого-то и спас. И там же он пишет русско-казахский словарь. Он великолепно владел и русским, и казахским, и эсперанто даже, насколько редкий язык, и европейские языки он знал. И вот свои филологические способности и знания он как раз вложил в этот самый словарь, который сослужил очень большую службу для заключенных лагеря. Словарь вырывали друг друга из рук, потому что там были представители казахского народа, тюркских народов. Они изучали русский язык для общения межнационального в Соловецком лагере. Всегда, даже перед смертью, он служил людям. Находясь в тюрьме на допросе в 1929 году, в ответ на обвинение в национализме он пояснил, мы хотим, чтобы наше отечество принадлежало нам. Мужик Абдулатов резко выступал против реформирования арабского алфавита, потому что он считал, что пресекается преемственность в казахской литературе с обведением латиницы. Даже перед неправедным судом он не склонил головы и заявил в последнем своем официальном слове «Ради будущего своего народа я обязан делать все возможное. Если я заблуждаюсь, то вместе с народом рано или поздно истина восторжествует». Мужик Абдулатов не ошибался. Народ не может ошибиться. Не народ для истории, а история для народа. То, что происходит в наши дни, то, что мы живем в демократическом государстве, независимом, суверенном, мы можем жить свободно, мы можем отстаивать свои права. И нам кошмаром кажется и царский режим, и тоталитарный режим. И в этом большая заслуга Мужик Абдулатова и его соратников. Лидеров Палаш-Урды, казахской национальной интеллигенции, лидеров кокканской автономии, бесстрашных борцов с тоталитаризмом, с тиранией, с несвободой. Проверим знания, накопленные на сегодняшнем уроке. Выразите свое мнение по утверждениям, верно или неверно. Проверим себя. Первое. Жизни и творчества Мужик Абдулатова тесно связаны с партией Алаш и правительством Алаш-Урды. Верно. Второе. Алаш на протяжении веков был боевым кличем батыров. Всех казахов. Неверно. Третье. После распуска Алаш-Урды, халел, как и другие казахские интеллигенты, был привлечен к работе новой властью. Верно. Главное для лидеров Алаш-Урды и туркестанской автономии благосостояние народа, а власть уже пела второе. Четвертое. Алаш-Урда – название правительства Народного Совета национально-территориальной автономии, образовавшейся в декабре 1915 года на территории современного Казахстана. Неверно. Потому что в декабре 1917 года. Пятое. Халел Дусмухамедов – крупный ученый, просветитель, один из первых организаторов здравоохранения высшей школы издательского дела в Казахстане. Он окончил военно-медицинскую академию в Санкт-Петербурге, поэтому он был врачом. Здравоохранение – это его профессиональная деятельность, но сколько еще помимо этого великий отдел сделал Халел Дусмухамедов. Верно. Подведем итоги сегодняшнего урока. Лидеры Алаш-Урды, лидеры кавканской автономии, сколько всего они сделали людям, даже помимо своей общественно-политической деятельности. Осужденные незаконно, неправильно, они были в конечном итоге реабилитированы, потому что преступлений за ними не было никаких. 28 февраля 1958 года дело Халела Дусмухамедова было рассмотрено на коллегии по уголовным делам в Верховном суде Казахской ССР, где был вынесен оправдательный приговор. Так же, как и оправдательный приговор, был вынесен Бржакипу Дулатову, который служил народу и никаких преступлений не совершал. Преступления совершал сталинский режим. Великие люди, прожившие яркие жизни, сделавшие очень и очень много, они живут и сейчас, в 21 веке. Мы их помним, мы их чтим, мы их уважаем. Сталинский режим стал кровавой историей. Наш урок подошел к концу. До свидания.